новоарамейские языки это обзорный клип поэтому я буду максимально краток это просто про все какие есть сложная с ними ситуация иногда это все называют одним языком допустим новосирийским или современно сирийским я от ассирийцев слышал что просто ассирийский да или просто арамейским этом языком называют на самом деле это языки религиозно-этнических меньшинств в том числе это могут быть приверженцы иудаизма мандеизма христианство причем христианство там тоже расколото на множество сект допустим ассирийцы это нестриане халдеи халдео католики яковиты есть сиро католики и так далее все это небольшие группы расположены где-то в горах вот в основном на границе ирака турции и ирана подавляющее большинство населения естественно в этих странах исповедует ислам и говорит на арабском турецком либо фарси а это какие-то вот небольшие группы обычно горные какие-то вот изолированные силу своей религии поэтому эти языки длительно не изучались начали изучаться совсем недавно и продолжаются споры и по поводу того вообще это отдельные языки или это один язык если это отдельные языки то как они классифицируются какие значит у них тут группы есть и так далее поскольку я исхожу из принципа максимальное отрабление да я буду как отдельные языки все это рассматривает но вот я просто хочу сказать что это одна из позиций изучается довольно интенсивно они какой-то степени вымирают хотя не все есть довольно есть разговорные то есть такие довольно формы есть литературные формы то есть кайны есть какой-то общее так далее об этом я тоже во всем расскажу то есть попытки создать полноценные литературные языки на базе этих диалектов носителей от 200 до 600 тысяч человек всего этого то есть на самом деле эта проблема значимая это не какие-то там не три тысячи человек не совсем уж такие вымирающие то пол миллиона человек но они говорят на разных на самом деле формах языка вот одна из классификаций то есть выделяют западные и восточные довольно язык турой и довольно такой массовой потом есть многочисленные новоарамейские северо-восточные языки которые вот ассирийцы наши используют в частности есть новый мандийский язык на котором говорят манди он отличается от классического мандийского это одна из классификаций дальше у меня множество других классификаций в тексте который я пропускаю также споров по поводу того где границы между разными языками где тут диалекты где тут языки также есть классификация по религии то есть есть еврейские вот эти диалекты которые называются лишь они торгом то есть язык торгома принципе это носители тех же языков на которых говорили евреи палестины во времена иисуса христа но языки поменялись то есть палестинский арамейский это язык вымерший на котором реально говорили первые христиане современный еврейский и арамейский язык он это прям походе похожий язык который происходит видимо от палестинского арамейского для чего-то похожего но это разные языки просто часто они еще выдают говорят что это тот же язык на котором христос и на самом деле у них немножко все не так и даже местами и сильно не так курского там допустим набрались порядочно есть христианские условно но в арамейские языки большом количестве у меня вот тут в обзоре прямо длинные списки непонятных слов десятки разных наименований диалектов из которых понятно что все с этим довольно сложно ну в общем те те языки которые более-менее имеют литературную форму которая более-менее известна них обо всех отдельно буду но как я уже упомянула основное влияние курдская на эти языки а также естественно арабская и турецкая литература довольно большая на самом деле то есть вот живя в такой изоляции они были вынуждены поддерживать определенную культуру на своих небольших языках то есть они писали богословские произведения писали поэмы различные и так далее потому что вот просто у них другой культуры не было если бы они переходили на арабскую то они получается были по мусульманами поэтому литература на самом деле у них есть и она по-прежнему все открывается изучается как я уже говорю все это сравнительно все недавно все это доступно с того науки это 19 20 век на сирийском языке пытались создать светскую культуру выходили журналы также и советские сирийцы тоже пытались светские тексты выпускать ну и в целом то есть вот на вот этом сирийском языке уровне он еще называется на нем довольно много также и светской литературы осталось но более подробно и когда до него дойду тогда вот и буду нормальным алфавитом для этих языков является сирийское письмо о котором уже было и видимо я еще обзорный по семитским алфавитом тоже сделаю иногда используют еврейское квадратное письмо на арамейском нормально советские сирийцы пытались разработать латинский алфавит но видимо не прокатило ну то есть вот нормально это вот чтобы а сирийские так называемый язык выучить то есть арамейский современные это надо выучить сирийское квадратное письмо и на нем пожалуйста читать она не сложная честно говорят алфавит который впрочем имеют свои определенные правила обзор чисто рингвистический я совсем кратко потому что это надо все таки язык эта система надо и систему каждого языка анализирует ну вот допустим диалект амадия считается довольно старым это еврейский диалект ассирийского вот какие в днем звуки тут видно что нет эмфатических и в большинстве современных ассирийских утрачены старые эмфатические но развиваются новые такая вот история и в целом там с согласными все достаточно запутано много переходов много проблем которые я лучше опишу на базе тоже конкретных языков вот тоже архаичная система гласных восстанавливается достаточно богатая то есть есть как все полностью а и и есть еще вот эти и какой-то вот еще там такой задний да хотя первоначальная семитская была простая а и у бывают долгие и краткие в них в общем тоже про фонемы лучше отдельно длительно считалось что ударение на предпоследнем слоге всегда в арамейских но сейчас обнаружили множество диалектов которых это не так грамматика в целом вот тут излагается общесемитская и конкретику я лучше не буду потому что надо на конкретных языках есть арте определенные артикли как правило но тоже они разные могут быть четыре типа основ как правило различается в новоаромейских претерит то есть незаконченное прошедшее действие перфект законченное прошедшее три породы в некоторых две породы три или две породы в общем так это некоторые породы малопродуктивно ну вот обзор глагола вот они три породы вот они пять форм то есть инфект претерит перфект инфинитив вот и некоторые различия по диалектам я говорю что лучше вот как это просто обзора лучше конкретику на конкретных рассказывать все те же различные частицы общесемитские хотя разные может быть их степень употребления по отдельным диалектам основная формула прошедшего времени претерит как правило то есть вот в ней описываются все перечисления основа инфекта она может быть и для настоящего и насколько я понимаю для будущего времени а также со всякими частицами она может быть разные модальные значения выражать как я вот тут понял это объяснение но лучше это все по конкретно опять же диалектом рассматривать перфект понятно что это законченное действие пассив как правило есть но по-разному выражается равно в арамейских пропускаю тему местоимений структуру корня из трех согласных она так и остается а всех семитских есть также 4 согласные 574 согласных корней нашли в арамейских множество суффиксов причем много суффиксов чисто арамейских порядок слов обычный субъект объект глагол то есть как вот в языках нам известных менее экзотический развитый союз ки правда он курдский и вот это местоимение д она в части диалектов тоже образует по-прежнему сложно подчиненное предложение сложно сочиненное предложение тоже имеется как правило союза в а также ряд заимствованных различных частиц и союзов а что касается лексики очень много на самом деле заимствованной лексики вот допустим типичный словарь еврейских диалектов включает 7500 слов из них 1800 арабские 1000 курдские 600 иврит и дальше все остальные как правило собственно арамейская лексика составляет 40 50 процентов я вот почему говорю что они любят конечно это действительно народа которые сохранили культуру свою они любят своей древностью гордиться но реально язык который они используют примерно только на 50 процентов состоит из арамейской лексики у них очень много курдской лексики прежде всего и курдский язык системно влияет на грамматику и на синтаксис у них о чем я подробнее уже по конкретным языкам расскажу но вот после арамейских идут курдские в огромных количествах 150 арабизмов в среднем тут в различных словарях обнаружены тоже довольно разные есть заимствование из еврейских естественно у тех кто иудаизм исповедует тюркских сравнительно мало зависит от того где они расположены если расположены в турции то может быть много тюркских слов но в целом это все языки си сильно с сильным влиянием других языков это часто языки смешанные потому что они длительно жили именно в окружении носители других языков на территории ирана очень много влияния персидского языка и на территории россии которые живут они тоже точно также очень много заимствуют русских слов но вот это общий обзор а уже конкретика по конкретным языкам